Мы питание сейчас осуществляем от этого лапа, с латором по 380 заходит сюда, вход вот он, а это идет на выход, к выходу подсоединен, трансформатор 380 на 36 и уже с трансформатора у нас уходит на якавау и с якавау у нас переходит на колесо. Значит, сейчас положение, подаем напряжение сюда, сейчас напряжение включено, включаем, выход, включили. Все, у нас напряжение подалось на двигатель, на мотор, колесо. Начинаем снимать. Все, очень просто, информации очень много, все это шло достаточно быстро, теперь можно данные обработать. Значит, сейчас мы пока это сделаем вручную, а дальше, вот тут есть целый ряд разъемов спереди и сзади, которые позволяют все эти данные перетаскивать в таблице, непосредственно на компьютер и уже совмещать их с данными с других приборов, в том числе и с матроссом, потому что нам надо будет еще сюда добавлять обороты, а потом при нагрузках в вращающий момент и так далее. Это уже будет следующий этап. Это уже при снятии механических характеристик мы это будем проделывать. Но перед этим мы сделаем еще один опыт, но только не сегодня. Это будет опыт короткого замыкания. Но этот опыт будет происходить только после того, мы будем его проводить только после того, как мы определим наиболее оптимальное номинальное напряжение для него этого двигателя при 50 Гц. И при этом напряжении мы сделаем опыт короткого замыкания. И в принципе можно будет одновременно и измерить пусковой момент. Сегодня, 4 апреля 2018 года, мы проводили в нашей исследовательской лаборатории первые опыты с мотор-колесами с совмещенными обмотками. Пока, к сожалению, полный комплекс испытаний провести мы не можем, потому как еще не доработана оснастка для подключения мотор-колес к нагрузочным машинам и тензометрическим муфтам. Однако некоторые опыты мы уже провести можем. Поэтому сегодня мы проводили опыт холостого хода с мотор-колесом 186 габарита. Данный мотор находится в эксплуатации уже 2 года. Несколько потрепан в жизни, поэтому имеет небольшие люфты и затирания, которые могут негативно сказаться на его характеристиках. Однако некоторые выводы мы можем сделать уже сейчас. Как проходил сам опыт, вы можете увидеть в предыдущем видео. В процессе опыта мы получили ряд данных. Один из примеров, которых вы можете увидеть на экране. О них мы поговорим несколько позже. По таким данным мы составили таблицу. Из таблицы получили графики. Это график в зависимости от действующего напряжения, действующего тока, активной мощности, реактивной мощности и полной. Что из них мы можем получить? Из них мы можем получить номинальное напряжение двигателя 186 габарита при работе от сети с частотой 50 Гц. Из данного графика точку перегиба явно мы увидеть не можем, поэтому построили график в зависимости первой производной, на котором достаточно неплохо видна наша точка перегиба. По которой мы можем сделать вывод, что номинальное напряжение действующее для данного мотора при частоте питающего напряжения составляет 50 Гц. Так как мы интересуемся напряжением амплитудным, мы работаем с аккумуляторными батареями, то 13 умножаем на 1,42, получаем 18,46 В. При частоте 100 Гц, соответственно, напряжение можно составлять 36,9-37 В. Это означает, что с учетом того, что синхронная частота вращения двигателя на частоте сети 50 Гц оставляет 750 оборотов, то наш двигатель будет сохранять линейный момент, контроллер не будет включать режим ослабления поля, примерно до 1000 оборотов в минуту. При использовании мотор-колеса 186-го габарита с ободом велосипедным диаметром 20 дюймов, это соответствует скорости примерно 90 км в час. До этой скорости момент будет оставаться линейным и не будет уменьшаться. Также, переходя, возвращаясь к нашим предыдущим табличным данным, при данном напряжении ток намагничивания составляет 33 А, мощность потерь активная составляет 202 Вт, а реактивная мощность составляет 708 Вт. Это то, что гоняется между конденсаторами, между конденсаторами контроллера и двигателя, между контроллером и батареей. Вот это те самые мощности пиковые, которые мешают дешевым Втметрам замерять эффективность двигателя реальную, а не какую-то гипотетическую в некоторых видеороликах. А также можно будет на этом стенде посмотреть токи холостого хода и мощности потерь на холостом ходу для бесколлекторных двигателей. Надеюсь, и до этого мы также скоро доберемся. До встречи в следующих видеороликах. Продолжение следует...